Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я хочу начать цикл новых роликов, которые будут идти по травничеству. В течение года мы будем вести съемки определенные, где будем рассказывать и показывать, как и что собирать в домашнюю аптечку, как это все делать наиболее простым и удобным способом. Мои ролики никоим образом не подменят обучение у Елены Викторовны Наумовой или у других травников, потому что мой опыт – это опыт обывателя, который просто пытается заменить какие-то медицинские препараты, которые мы используем в повседневной жизни, те же противовирусные, те же самые антибиотики, на препараты природного происхождения. Более того, человек, который начал заботиться о здоровье своем и своей семьи, пришел к тому, что физическое тело и его полноценное здоровье необычайно важно для того, чтобы заниматься экстрасенсорными разными изысканиями, потому что если тело не держит ту же самую энергетику, то далеко продвинуться нереально. То есть можно выдавать, что ты экстрасенс, но если ты не здоров, то все само за себя говорит. Потому что когда мы работаем в экстрасенсорике, мы работаем с высокими частотами. Высокие частоты должны удержать физическое тело. Высокие частоты сами по себе убирают заболевания из тела. Это вещи взаимосвязанные. Поэтому волей-неволей занимаясь экстрасенсорикой, я пришла к травничеству. И сегодня эту тему как обыватель познаю. И сегодня наш ролик, первый из этого цикла, будет про почки березы. Причем, заметьте, почки березы вы будете видеть на видео, вы уже видите на видео, что снимались в мороз. Мороз был на улице минус 22 градуса. Для Белоруссии это, те, кто знают нашу влажность, понимают, что это замерзают даже сопли в носу. Вот, собирали специально в морозный день. Почки маленькие и не распущенные. Их очень тяжело собирать. Попадают иногда маленькие веточки. Для чего мы это все делали? Мы делали это для того, чтобы получить в дальнейшем великолепный препарат. Вытяжку из вот этих вот почек. И смотрите, что интересно. У березы имеется очень много лечебных свойств. Это и мочегонная, и противомикробная, и противовоспалительная, и противогрибковая, и обезболивающая, и патагонная, и седативная, и вяжущая. Там каких только свойств у березы нет. Чем она только не обладает. В старину бересту применяли при переломах. Ее распаривали и применяли в качестве гипса. Кроме того, бересту, кору березы применяли как антисептик. Для лечения использовали как почки, так листья, так кора березы, сок, дега, чего только из березы не делали. Но вот смотрите, зимняя заготовка почек отличается от весенней, потому что основная заготовка почек березы у нас все-таки будет в конце апреля, в начале мая месяца. Потому что листья березы содержат необычайное количество полезных веществ, среди которых есть эфирные масла, антоцианы, дубильные вещества, флавоноиды, там даже есть серебро. Представляете, какими свойствами обладают листья березы. Более того, я вам скажу, что листья березы – это великолепная основа для чая. Вообще из растений существует для того, чтобы давать вот эту питательную, антиоксидантную, витаминизированную часть чая. У нас есть три растения, во всяком случае в Белоруссии, которые необычайно подходят как основа, как тележка, на которой поедет остальной травяной сбор. Это репешок, это земляника и это листья березы. Но листья березы с почечками, вот эти молодые майские, они необычайно содержат много полезных свойств. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Мы будем говорить о том, что почки, вот эти зимние морозные почки содержат бетулин и бетулиновую кислоту. А бетулин и бетулиновая кислота, они сейчас активно используются и исследуются в фармацевтике. Для чего и почему? Потому что они обладают великолепными противовирусными свойствами. Более того, бетулин и бетулиновая кислота признана в фармацевтике, что обладает противогрибковыми свойствами. Спиртовые настойки из вот этих вот почек активны в отношении лямблий, трихомонат и инфузорий. Представляете, да? Насколько сильная получается вытяжка. Вот все, что касается вот этой бетулиновой части, что мы делаем? Что мы будем делать с частью, которую мы вот сейчас собираем? Мы ее помещаем сразу, вот снимаем с веточек, да, и помещаем в спирт. Спирт 96%. Заметьте, наши емкости все помещены в темную, свето-непроницаемую ткань. Их можно еще дополнительно обмотать фольгой. Мы приподнимаем крышечку, помещаем туда содержимое и закрываем крышечку. И таким вот образом мы собираем вот этот вот летучий сбор, да? Потом это все будет настаиваться. Настаиваться будет 21 день для того, чтобы конкретно получить составляющую, бетулиносодержащую часть, да, которая в дальнейшем будет использована нами в приготовлении антибактериальных, противовирусных. И самое главное, чего еще не сказала, вот эта вот настойка будет обладать противоопухолевой составляющей, да? Представляете, насколько бомбу мы собираем с точки зрения фармацевтики. Но эта вот бомба, она сейчас не готова в полном объеме. Мы это содержимое будем использовать чуть-чуть позже. Единственное, что заготовку надо начать сейчас. Бетулин, конечно, можно будет и позже получить из коры березы. Его можно даже заказать и там вам в виде порошка доставят, ее изготавливают. Но вот эта вот составляющая, как заготовка, которую мы в дальнейшем сможем использовать, возможно, и как самостоятельный препарат, но вы видите, ее лучше использовать в сборах. Вот эту основу мы собираем и изготавливаем сейчас. Если у вас есть еще возможность, если вы там проживаете в России или в северных частях, либо еще в конце марта могут вернуться морозы в Белоруссию, воспользуйтесь этой возможностью и сделайте вот эту заготовку. Собирается сложно. Вы видите, что мы потратили полдня времени и получили мизер. Но мы его получили. И вот, кстати, сразу снимая вот этот ролик, был у нас разговор с мужем, когда мы говорили, что вот иногда человек говорит, травы и травничество, и настойки травника стоят дорого. Там отдавая, там, грубо говоря, буду говорить в долларах, чтобы было понятно из любой страны, там, 20 долларов за какую-то настойку, человек говорит, что это дорого, неимоверно. Вот, ребят, посмотрите, насколько сложно это все собирается. Полдня времени, а мы на семью сделали минимум. Вот просто минимум той основы, которая нам понадобится на год на нашу семью. Мы даже не обеспечили собственные нужды до конца, потратив, вот проведя полдня на морозе, на холоде, отморозив руки, стесав кожу. И вот после этого говорить, что у травника тяжелое, вот все легко дается, и вот эту тяжелую часть мы выкидываем, и все так просто, и машины работают. Нет, ребят, травмничество – это тяжелый труд, это личный труд. И если мы хотим заниматься здоровьем нашей семьи, то это будет такое хобби, которое входит в нашу жизнь и остается здесь на постоянно. Видно? Видно, что ни черта не видно. Да, не густо. Тебе, наверное, легче будет, видно. Были широкие. Эти палки. Ты палки собираешь, что ли? Нет, там просто бывает иногда с почечкой отваливается и палка. Видишь, она с почечкой. Как 확실히 считается тяну. Ну, вот этот вид способ. У lugar лист, я не chir степец. Прямо curator на таблике. Я не имя. С мо компон o комэкdylebой чётко Nos throws. Акция про holiday card. Он расчался. Когда все-таки к nativem poor,